Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. В Екатеринбурге сформирован новый состав градостроительного совета, который будет отвечать за все крупные стройки в городе. Судьба небоскребов, старых исторических зданий, ну и, собственно, любых крупных районов даже за пределами центра города. Все это теперь в компетенции градостроительного совета. Председатель архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин в нашей студии. Михаил Борисович, добрый вечер! Добрый вечер! Ваши вопросы присылайте по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Правильно я понимаю, что Ваше твердое нет? Ваше и членов совета, например, по поводу строительства храма на площади Труда и по поводу строительства нового небоскреба, вот теперь определит то, как будет выглядеть город? Нет, мы только сформируем мнение профессионалов и сообщим главе администрации. Уже окончательное решение – это за главой администрации. То есть рекомендательный характер? Рекомендательный характер, но несомненно, совет образован при главе администрации, конечно. Кто вошел в новый орган? Кто вошел? Ну, вы знаете, он сформирован, достаточно сложный принцип формирования. Ну, во-первых, туда вошло пять человек от администрации города. Это не просто чиновники, это и главный архитектор города, это и главный художник города, это и начальник департамента архитектуры, это представитель комитета по транспорту и представитель комитета по благоустройству. Вот пять человек, которые действительно сегодня занимаются вопросами архитектуры и градостроительства в администрации города. Кроме того, туда вошел главный градостроитель мастерской генерального плана, есть, вы знаете, такое бюджетное учреждение, которое разрабатывает град-документацию. Вот, помимо этого, вошел главный архитектор Свердловской области, Вениаминов Владимир Геннадьевич. Туда вошли независимые эксперты, три человека. Это представитель гильдии строителей Урала, это, я уже сейчас могу сказать, что Аркадий Михайлович Чернецкий, член Совета Федерации, еще один независимый эксперт от иностранной, как мы, иногородней, иностранной, иногородней. Скорее всего, будет господин Ложкин, это известный градостроитель, теоретик градостроительства. Он проживает на всей жизни. Ну, такой взгляд извне. Взгляд извне, совершенно. Да, но самое-то главное я не назвал, это, так сказать, все эксперты и чиновники. А вообще, мы договорились, что в Совет войдут наиболее, так сказать, именитые архитекторы-профессионалы города Екатеринбурга. Причем они сформированы так, пять человек предлагает департамент архитектуры, из числа архитекторов-профессионалов, которые многое сделали для города, у которых есть какие-то значимые проекты. А семь человек формируют Светловское отделение союза архитекторов. То есть, администрации ни в коем случае не давят. Вот они на своем правлении выбирают семь человек, и они делегируют их состав. На какой срок? Срок раз на три года вообще. Но глава города может менять по своему усмотрению. Вы будете рассматривать, ну вот я перечислила ключевые, по-моему, самые важные для горожан. Потому что тема небоскребов, тема судьбы исторических зданий в Екатеринбурге, она так всегда тревожит жителей города. Ну вот все вот это вы будете рассматривать. Ну, естественно, мы не будем рассматривать все объекты. Мы долго определяли круг вопросов этого архитекторно-градостроительного совета и договорились, что вот историческая часть города, в границах улиц Московская, Фурманово, Восточная и Челюскинцев, вот независимо от объекта, независимо от его объема, все вновь строящиеся и реконструированные здания будут рассматрены на архитекторно-градостроительном совете. Если в этом квадрате, там, утюге, как и геометрическая форма, достаточно сложная, выходит, ну, на утюг действительно похоже, здание не муниципальной собственности, а, скажем, областной, федеральной роль не играет? Все здания, которые расположены в этой исторической зоне. Ну, помимо этого, мы выбрали наиболее значимые, доминантные, какие-то очень крупные объекты для города Екатеринбурга. Для общественных зданий высотой не менее 50 метров и площадью более 20 тысяч. квадратных метров. Для жилых комплексов это высотой 75 метров и выше, и площадью 30 тысяч. Это какая этажность примерно? Ну, если по 3 метра, 25, выше 25 этажей. То есть то, что принято называть небоскребами? Ну да, самые маленькие небоскребы, вот мы их уже маленькие и выше. Сегодня вот узнала, что на ближайшем заседании ЗАГС собрания депутаты областные будут рассматривать изменения в перечне объектов недвижимости, которые, правильно это называется, не подлежащих отчуждению, ну, то есть продаже. Вот там есть около 100 зданий, поправьте, если я неправильно это озвучу, в областной собственности в Екатеринбурге, ну, вот ряд, с которых теперь смогут быть, получат вот это право быть проданными. Вот что это значит, когда меняется собственник, когда это не область, не город? Я думаю, что ничего тут особого не произойдет, здание как было, если это объект культурного наследия или там, ну, так косо. То есть собственник обязуется сохранять его в том виде? Конечно, если мы говорим об объектах культурного наследия, то новый собственник будет сохранять этот объект как объект культурного наследия. Другое дело, что он может его изменить функциональное назначение, но, опять же, по согласованию... Внешний вид? Нет, внешний вид нет, а, так сказать, приспособление данного объекта под ту или иную функцию. То, что говорят о здании, знаменитом, легендарном нашему Свердловскому рок-клубу на улице Володарского, это за площадью пятого года, якобы, согласно каким-то документам, он может стать вдруг небоскребом. Это все байки? Нет, проект такой есть, он рассматривался еще, когда я был главным архитектором города. Но это здание не затрагивает, это объект культурного наследия. А сюда, ближе к площади, там есть пятачок, который не застроен, и вот там, возможно... Возможно, еще не факт. Нет, это еще не факт, это предмет, опять же, обсуждения, что там может появиться некое высотное здание. А сам этот вот ДК, он остается в том виде, в каком... Да, это постройка, там, наверное, начало первой четверти мамы 19 века. Его обязательно нужно сохранять, это конструктивистское здание, его надо сохранять, привести в порядок фасады, ну, я уж не говорю о внутренних интерьерах. Ну, таких зданий немало в городе. Вау, все надо сохранять, сразу скажу. Да, и всем бы уделить внимание. Важный тоже спорный такой объект и, в общем, предмет споров у горожан и общественных деятелей – это храм на площади труда. В очередной раз дискуссия поднялась. Да, кстати, это тоже объект, который подлежит рассмотрению на архитектурно-градостроительном совете, но если он будет рассматриваться, ну, опять же, это будет носить рекомендательный характер для главы администрации, но даже, мы уже об этом говорили много, что храм этот – это обязательно обсуждение широкое среди общественности города. А как вы это видите? Каким обсуждением? Ой, ну, методы различные могут быть. Я не говорю, что интернет-голосование. Ну, приемов тут различных много, это вы знаете не хуже меня. Главное – выявить мнение населения. Это может быть и обсуждение в каком-то зале, в нескольких залах. Мы генеральный план обсуждали, у нас практически в каждом районе в администрациях проводились вот такие публичные слушания по поводу генерального плана. Почему здесь не провести? Может быть, это в одном зале будет, я не знаю, может быть, интернет-голосование. В любом случае, мнение горожан ключевых. Обязательно. Михаил Борисович, о Большом Екатеринбурге еще в двух словах. Вот какие сроки реализации этого проекта вы видите? Уже замглава администрации господин Высокинский тут недавно высказался о том, что все-таки это наше будущее, и, в общем, за это большой агломерацией будущей спутников Екатеринбурга. Ну да, мы сегодня снова, так сказать, активно говорим о стратегическом плане города Екатеринбурга, который, вы узнаете, сколько лет действует, и там более 75 проектов, по-моему, вовсю реализуется. Вот. И вот одним из проектов был проект Большой Екатеринбург. Это как раз, так сказать, агломерация наша, Екатеринбургская, город Екатеринбург и ближайшие города спутники. Мы к этому проекту много раз подходили, но, видите ли, его решение зависит не только от нашего мнения, но и от мнения соседей. Оно пока неоднозначно. Есть города, которые согласны, есть города, которые категорически не согласны. Кто согласен? Ну, я знаю, что, допустим, Верхняя Пышма, она ведь когда-то и была частью города Екатеринбурга, они уже заявлялись о том, что, может быть, надо объединяться как-то двумя. Ну, еще раз хочу сказать, что агломерация – это не один большой город. Это большой город, центр агломерации и города-спутники вокруг него. Тут главное решить вопросы производственные, поселенческие, транспортные, инженерные. Ну, на скидку, это вопрос, скольки лет? Прошу прощения, что проблёк. Ну, чтобы сделать проект агломерации, я думаю, пару лет нам хватит, а вот как дальше его реализовать, через какие, так сказать, приемы, это уже отдельный вопрос. Ну, я уверена, мы к этому разговору еще вернемся. Конечно, конечно. Я благодарю вас с удачей новым составом Городостроительного совета и правильных решений. Спасибо. Михаил Вяткин, председатель архитектурно-Городостроительного совета Екатеринбурга, был у нас в гостях. Вам хорошего вечера. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова